Привет! А ты не замечал, что после подключения Bluetooth устройств, таких как часы, браслеты, Bluetooth наушники или любые другие Bluetooth устройства, скорость твоего Wi-Fi очень сильно проседает? Не веришь? А возьми и проверь! Скачаем приложение Speedtest и проверим скорость скачивания с выключенным Bluetooth. Запускаем тест и видим, что скорость доходит до 20 мегабит. А теперь подключим, например, Mi Band 5 и запустим тест. Как видим, скорость конкретно упала. В этом видео мы поговорим об этой проблеме и рассмотрим два метода его решения. Поехали! Недавно я заметил, что скорость скачивания на смартфоне сильно просела, после подключения Bluetooth устройств. Давайте скачаем приложение Speedtest и запустим его при выключенном Bluetooth. Да, скорость интернета небольшая, как многие могут сказать. Кстати, напиши в комментариях, какая у тебя скорость интернета. Но что произойдет, когда мы подключим, например, Mi Band 5 к нашему смартфону по Bluetooth и запустим тест. Как видим, скорость скачивания заметно просела. С такой скоростью даже некоторые видео на YouTube в разрешении Full HD будут тормозить. Давайте возьмем другой смартфон, например, Redmi 9. Подключим Bluetooth наушники QCY-T8. И запустим тест скорости. Как видим, на Redmi 9 скорость значительно упала и не превышает 6 Мбит. Как видим, и на нем скорость скачивания падает. Обязательно напиши в комментариях, если заметил у себя падение скорости Wi-Fi. И каким смартфоном ты пользуешься. Обычные недорогие роутеры работают на частоте 2,4 ГГц. И Bluetooth устройство работает на той же самой частоте. Этот эффект понижения скорости происходит потому, как роутер с Bluetooth, который работает на одной частоте 2,4 ГГц, конфликтуют между собой. И скорость на смартфоне падает. Как вы поняли, эту проблему можно решить покупкой Wi-Fi роутера, который работает на частоте 5 ГГц. И это первый метод решения данной проблемы, который действительно вам поможет. Например, вот такой недорогой вариант от Xiaomi. Роутер с поддержкой частоты 5 ГГц с Алиэкспресса. Ссылка на роутер будет в описании под видео. При покупке будьте внимательны и проверьте, или ваш смартфон поддерживает эту технологию 5 ГГц. Посмотрите в характеристике Wi-Fi модуля вашего смартфона. Должна быть поддержка Wi-Fi 802.11 и приставка AC. Есть еще один метод решения данной проблемы, который я заметил чисто случайно. В данном методе не нужно покупать роутер. Достаточно провести некоторые манипуляции в вашем смартфоне. Скачиваем приложение по ссылке в описании и устанавливаем. Приложение называется My Android Tools. Оно дает доступ к сервисам, ресиверам, автозапуску приложений, доступ к общим и системным сервисам. Открываем вкладку сервисы, системные. В поиске напишем Google и заходим в сервисы Google Play. Далее нажимаем на поиск и пишем Bluetooth. Нам нужен пункт Bluetooth Server Service. Его попросту нужно перезагрузить. В моем случае включаем его и обратно выключаем. У кого-то он будет включен, у кого-то выключен. Теперь давай проверим, что наш Mi Band подключен. Запускаем Speedtest и проверяем скорость. Вот это я понимаю. Данный метод действительно помогает и не нужно покупать дорогой Wi-Fi роутер. Но этот метод не идеален. Через некоторое время, бывает через полдня, бывает через пару часов, скорость опять падает и приходится опять повторять эти манипуляции с включением и выключением Bluetooth сервиса. Не знаю с чем это связано. И самое главное, эти манипуляции с сервисами смогут сделать только владельцы root-прав на смартфоне. Я не буду в этом видео рассказывать, как установить на ваш смартфон root-права. Для каждого смартфона свой метод по установке root-прав. Google и YouTube вам в помощь. YouTube завален подобными видео по установке root-прав. Надеюсь, это видео было полезным для тебя. И я смог кому-то помочь. Обязательно напиши в комментариях, уменьшается ли на твоем смартфоне скорость Wi-Fi при подключении Bluetooth гаджета. Или никакого падения в скорости нет. А также спасибо за поддержку лайком и подпиской на мой канал. Поделись этим видео с друзьями. А с вами был Сергей и канал GoodAdvice. До скорой встречи, друзья. Пока.